Следующий ролик у нас по мгновенной очереди называется «Ватадмин про Шульман». Спрашивает Папуас. Ватоп, почему так Шульман не любишь? Может, более развернуто... Спрашивает Папуас. Сказать о причинах нелюбив к этой тетке. Я почему не люблю Шульман? Ну, просто, во-первых, Шульман, она вот напоминает Горбачева. Мне вот родители рассказывали, что Горбачев отличался тем, что говорит, 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 говорит. Складно вроде бы так, ну, все вот так хорошо, гладко. Вот, потом через час вспоминаешь, что он говорил, а совершенно не понимаешь, о чем вообще шла речь. И о чем было его выступление. То же самое касается Шульман. Вроде бы ее слушаешь, так вот все сжато, информативно, все по делу. Потом ты дальше вспомните, а, собственно, о чем? Это есть такое, да. Поэтому я Шульман не люблю. Потому что реально какая-то вода. Помню ее видос, смотри, вообще из последних видосов, которые я видел, это то, как, типа, выжить в нынешних условиях. Видео от Марта. Потом она уехала в Израиль или куда-то уехала. Вот, как выжить в нынешних условиях, как к ним приспособиться. И, по большому счету, то, что она там рассказывала какие-то совершенно банальные вещи. И в итоге я ничего не помню, о чем она там говорила. Я просто помню, что говорила она банальные вещи, и на середине я все это вырубил нахер. Что речь, о чем она рассказывала. И понимаю, что, в общем, не о чем. Понимаю, что, в общем, это было, ну, в общем-то, просто перечисление банальности. Вот. И, да, и как-то после этого становится непонятно, зачем слушать вот эти бесконечные лекции по всем темам на свете. Вот. Ну, и, кроме того, да, у Шульман был в свое время такой интересный, ну, не конфликт, а такая дискуссия с Голосовым, когда Голосов сказал, что используемые ею термины, они существуют только в голове Шульман. А так-то их вообще, в принципе, и нет. Вот. И, в общем, после этого, ну, поскольку Голосов, там, при всех его личных взглядах, это известный политолог, один из реальных политологов, и многих реальных политологов в России, то, естественно, я предпочитаю доверять Голосову, а не Шульман. Не, ну, ничего особо плохого про Шульмана я сказать не могу. То есть, ну, да, Шульман и Шульман. Вот. Да, вот такая вот позиция.